Всем привет, это Инфакт на СтопГеймерл. Представьте ситуацию. Вице-президент США со своими роботизированными отрядами поднимает полномасштабную революцию. И единственный человек, способный остановить это безобразие, действующий президент страны. Вот он, облачившись в механическую броню и отправляется в путешествие по штатам с целью погасить восстание. На самом деле, игра с таким сюжетом уже есть. Причем создала ее мать Дарк Соусов в студии From Software в далеком 2004 году. За пределами Японии экшен, правда, не выходил. Но теперь все изменится. Ремастер Metal Wolf Chaos с эмодзи-припиской XD заглянет на западные прилавки 6 августа. В Steam, GOG и на плойку с Хуаном. Гоночный Супер Блиц. Релиз перезапуска серии GRID под названием GRID переехал с 13 сентября на 11 октября. Платформы PC, Xbox One и PlayStation 4. А RecFest появится на консолях от Sony и Microsoft 27 августа. В этот же день на ПК подкатит пачка свежего контента, в числе которого новые трассы, тачки и дерби-арена. Пару дней назад мы вам поведали аж о трех играх в линейке Cyberpunk, над которыми в данный момент трудится CDPR. А западные издания поведали о том же своей аудитории. К сожалению, или к счастью, источником инфы это и оказались трудности перевода с польского. CD Projekt прояснила ситуацию. Речь в интервью местному деловому порталу шла не о трех играх, а о трех студиях компании. Каждая из которых в данный момент работает над Cyberpunk 2077. Так что никакого ААА сиквела для Киберпанка в 2021. Увы. После Е3 шум вокруг Shenmue поднялся с новой силой. Но не из-за передового графона или предвкушения эпичного завершения основной истории. Ни того ни другого в игре не будет. А из-за эксклюзивности Epic Games Store у ПК-версии. Первой реакцией Deep Silver на взбурливший океан фидбэка на Kickstarter стало категоричное заявление о том, что издателю жаль, что так получилось, но никакие средства вкладчикам из-за смены площадки он возвращать не станет. Однако не прошло и месяца, как народное негодование сплоченного сообщества принесло плоды. Команда Shenmue 3 решила предложить ПК-боярам, вложившимся денежкой в разработку, два варианта. Либо через год после релиза VGS, когда закончится эксклюзивность, выслать им еще один ключ уже для магазина от Valve. Либо таки оформить возврат средств. С рефандом могут возникнуть некоторые затыки, подробнее об этом процессе расскажут позже, но все же с мертвой точки конфликт сдвинулся. Кстати, Тим Суини заявил, что вкладчикам Kickstarter бабло будет возвращено из казны самой Epic Games, дабы рефанды не повлияли на бюджет разработки игры. Делайте с этой информацией что хотите. Гвоздь программы, технологии которой мы заслужили. Революционный контроллер для Rage Quit'а от рукастых ребят с ютуба. Эрик Хекман, инженер канала Insert Controller Here, смастерил вот такую штуковину. Salty Rage Quit Controller. Стакан с очищенной водой. Если в него насыпать соль, сопротивление воды уменьшается, срабатывает скрипт и игрок выходит из игровой сессии со стилем. Заявлена поддержка трех тайтлов. Super Smash Brothers Ultimate самый унылый. При попадании соли в воду вы просто выходите из матча. В Overwatch персонаж несколько раз подряд требует его вылечить, а потом выходит. Ну а в League of Legends чемпион в чате оставляет ободряющее сообщение тиммейтам и запускает голосование за капитуляцию. Если кто не в теме западного сленга, слово Salty не только образовано от слова соль, но им еще и принято называть бомбящих со всяких пустяков неадеквашек, обожающих рейдж квитить и агриться на все подряд, включая товарищей по команде. Если вы из этих, вам просто необходим данный девайс. Благо его создатель записал и видеоинструкцию по сборке контроллера. Ссылка в описании. При взгляде на арты с картишек Хардстоун у каждого адекватного человека возникает одна единственная мысль. Пошлость. Звенящая пошлость. Либо невообразимый уровень разврата, как здесь, либо невыносимая жестокость и ультранасилие, как тут. Слава богу, Blizzard встала на путь истинный и наконец-то решила избавить свою ККИ от этих богомерзких изображений, полностью перерисовав часть из них и зацензурив другую. Пользователи сразу же предположили, что компания таким образом пытается угодить китайским стандартам. Там требования жесткие. Но официальный комментарий Метелицы говорит о том, что это решение исключительно внутреннее, оно не продиктовано никакими внешними факторами. Мол, всё это рисовалось давно, и в наши дни такого 18 плюс контента компания бы выпускать не стала. Нынешним стандартам компаний такие арты не соответствуют. Автор Doom Reborn, модификации для третьей Doom, воссоздающей на её движке первые две игры серии, видимо, совсем не боится юристов компании Zenimax. Он решил сделать из своего мода самостоятельную игру, не требующую для запуска третью Doom. И уже опубликовал на сайте ModDB бета-версию 1.61. Она доступна для скачивания. По сути, мододел перенёс классические уровни Doom на движок и ТЭК-4. Исходная геометрия локаций осталась, какой и была, а это квадратное окружение и плоские стены. Но световые эффекты и трёхмерные щадия ада уже из Doom 3. На этом у меня всё. Не болейте, переходите дорогу только на зелёный свет светофора, почаще забегайте на СтопГеймеру. Покедова.